друзья всем привет с вами руслан вот он я сегодня поговорим вот об этом чуде это zenot моделька у нас z483 поставляется вот в такой коробочке коробочка и в моем случае она приехала вся помятая тут замятие тут тут и тем не менее приехала все целое zenot фирма у нас германская немецкая но делается все это дело в китае давайте сегодня поговорим о его достоинствах недостатках и вообще об этом аппарате и так zenot z483 это климатическая установка которая обещает спасти меня этим летом от жары коробки навстречает вот такая информативная инструкция но не поговорим позже и пульт дистанционного управления также там лежат 4 холодагента которые два из которых сейчас находится в морозильнике а2 находится в уме пробежимся по органам управления этого кнопка включения это кнопка выбора режима вентиляции то есть медленно средний и быстро этот таймер который включает у нас нашу кнопку на время и кнопочка мод мод меняет режимы то есть легкий бриз он начинает включаться выключаться или резкие потоки далее кнопка cool это охлаждение и кнопка свитч это у нас включает шторки они начинают так шевелиться в разные стороны также на передней панели имеем приемник инфракрасного сигнала от пульта шторки и там еще у нас вертикальные внутри шторки которые двигаются разные стороны раздувая на боковой панели отвечает наклейка с информацией об устройстве видим что это климатическая установка комплекс имеется артикул модель и его размеры 315 на 270 на 588 то есть он довольно небольшой заявленная мощность потребления у него 60 ватт и то есть потребляет он довольно таки мало меньше чем обычная лампа накаливания стандартное напряжение 220 вольт но у нас 230 уже давно был стандарт дата производства девятнадцатый год то есть на складах он лежал с 12 месяца девятнадцатого года срок годности не ограничен и производитель у нас то есть это компания zenot но делает все в китае импортер и импортер никому не сама установка оснащена удобными колесиками которые позволяют очень легко передвигать ее по полу но тем не менее она очень легко можно перенести в руках задней стороны имеется у нас сеточка фильтр которую надо будет перечиск чистить снимать откручивать и промывать в нижней части у нас имеется отсек для воды и кладагентов так он выглядит внутри находится помпа которая качает воду помпу естественно можем снять такими движениями и промыть при полной чистке устройства пульт дистанционного управления полностью повторяет весь функционал клавиш которые находятся у нас на передней панели клавиши на панели сенсорные на пути они у нас обычные с мембранами поговорим о достоинствах данный аппарат является у нас самым бюджетным ценовой ценовом сегменте стоит он порядка 7000 рублей и довольно неплохо отрабатывать на эти деньги также имеется защита у нас от заканчивания воды то есть при окончании в емкости воды устройство полностью отключит охлаждение то есть пул у нас потухнет и охлаждение перестанет производиться маленький корпус удобные колесики устройство довольно таки компактная и справляется со своей задачей заявлено производителем 20 квадратных метров помещения охлаждаться должно но на сайте магазина было заявлено что 40 40 конечно нет но 20 вполне она себе освоит устройство обладает фильтром который я уже показал она очищает воздух от пыли также здесь есть испарительная камера внутри который находится вот там она испаряет воду и насчет кислород влагой то есть это еще и увлажнитель при использовании за 483 кислород в комнате становится влажный дышать становится легче вся пыль оседает в нем и установка вполне с ним справляется в принципе о плюсах закончим начнем наверное переходить к минусам очень большой минус вот это вот глянцевая поверхность она очень сильно марается я еще не пользовался толком эти устройства но он уже весь заляпанный придется его протирать это первый минус второй минус вот эта шторка которая у нас горизонтально она открывается руками и нету никакого устройства за которое можно ее потянуть открывается вот так и есть большой риск что сломается одна из лопастей это второй минус третий минус это наша инструкция которой я обещал поговорить позже давайте ее откроем и посмотрим видим до aircooler zenot модель за 483 все правильно открываем первая страница нас встречает на английском языке здесь у нас краткое описание кнопок управления о котором я уже рассказал далее комплектация что входит комплект какая-то непонятная инструкция здесь то же самое и по картинкам видим что некоторые картинки относятся не к этому устройству нас маленько другое устройство и здесь в принципе то же самое информация о клавишах информация характеристиках небольшая здесь у нас инструкция по пользованию и на следующей странице у нас русский язык также руководство по эксплуатации характеристики и описание клавиш кому интересно можете остановить почитать и также те же самые фотографии которые нам ничего не дают открываясь левую страницу видим то же самое только уже я даже не знаю на каком-то арабском что ли арабском но уже не наш язык то есть для русского языка выделен всего один разворот и на этом развороте ничего не понятно именно поэтому записываю этот ролик потому что информации нет вообще нет информации только вот как пользоваться в комплекте до 4 вот такие хладоэлемента в них внутри находится порошок который при попадании в воду разбухает то есть это гидрогель этих хладоэлементы надо заморозить в инструкции никакой информации по этого поводу нету это надо гнаться что налить сюда воды не высыпав этот порошок который там внутри лежит и их заморозить далее ничего не написано как включить режим охлаждения нажимаем кнопку на панели у нас начинается увлажнение но воздух идет прохладнее естественно вода испаряется воздух идет прохладнее но ничего не написано что вот эти хладоэлементы нужно кинуть именно вот сюда их у нас четыре штуки два из них повторяюсь в морозильнике находятся нету у нас никакой емкости в которой можно набрать воды принести и сюда налить нету ни у кого кувшина хотя могли бы его положить он стоит ничего абсолютно но его производитель решил нам не давать еще к минусу я отнесу расположение шнура хоть шнур очень длинный здесь более полутора метров шнура шнур находится верхней части устройства то есть если бы он был в нижней части устройства было бы намного удобнее так он находится вот здесь и если розетка где-то внизу как обычно это делается вот этот провод будет зависать сверху лучше было находился конечно внизу но тем не менее провод у нас для 60 ватт потребления довольно хороший вилочка добротная вилочка на 16 ампер хотя мне кажется 10 ампер хватило бы за глаза сразу извиняюсь за постороннюю шуму у нас что-то с напряжением и стабилизатор просто сходит с ума гудит не переставая после включения питания нас встречает индикационная кнопка power лампочка которая горит при нажатии кнопки включения загорается клавиша режима вентиляции который можем поменять средний и сильный но при использовании вполне комфортно использовать его в минимальном режиме потому что поток воздуха довольно таки сильный кнопку таймер я использовать наверно никогда в жизни не буду мне проще подойти нажать чтоб он сразу включился они через какое-то время или без задержки на какое-то время кнопочка мод также абсолютно бесполезно на мой взгляд слышите да поток усилился сейчас поток замедлится поток замедлился и если включить второй режим кнопочки мод будет включаться и выключаться вентилятор этот режим мне тоже не интересен вот режим охлаждения вполне себе интересен при нажатии кнопки охлаждения включается водяная помпа и начинает качать воду в испарительную камеру воздухки сам становится немного холоднее но не прям ледяной это ни в коем случае не кондиционер это просто вентилятор с функцией увлажнения и охлаждения и кнопка swing у нас включает лопасти сейчас попробую показать как это выглядит вот там внутри есть лопасти вот они поехали с лопасти начинает перемещаться влево вправо тем самым раздувая воздушные потоки в передней части мы ничего не увидим у нас все там закрыто внутри сетками и ничего нету тем не менее воздух идет отсюда довольно прохладный и на небольшую комнату вполне этого аппарата хватит даже при использовании в минимальном режиме если мы включены максимальный идет гул он покачает с теми самыми оборотами просто изменяется поток воздуха ну вот это конечно ерунда напрягает больше всего кто-то говорит что этот аппарат довольно шумный но сравнив его с обычным вентилятором разницы в шуме не заметите вентилятор обычный напольный который на стойке он шумит примерно также помпу здесь абсолютно не слышно какие-то небольшие спрески воды там внутри они не за незаметную поэтому говорить о его шуме бессмысленно шумит он примерно также все вентиляторы выключим этот режим нету никакого цифрового табла то есть нету у нас здесь не оборотов вентилятора нету не температуры все выставляется только вот так то то есть охлаждение включено либо выключено опять включено либо выключено чем больше хладагентов вы туда на съете тем будет холоднее воздух ну вот двумя хладагентами воздух довольно прохладный не скажу что он холодный но довольно такой приятный долго сидеть под ним нежелательно продует скорее всего на ура собран данный аппарат довольно таки бюджетно видим люфты здесь также люфты здесь вот люфты это все изнутри там то ли прикручено то ли просто защелкнуто вот эта часть собрана более-менее но пластик сам по себе такой мягенький все проминается видно что это бюджетно но повторюсь его основой категории это самый лучший вариант других там просто нету есть подороже но характеристики у них будут поскромнее ну что я думаю все рассказал по этому поводу по вот этому товарищу у кого какие вопросы остались пишите в комментарии обязательно них отвечу буду пользоваться дальше мне он вполне симпатизирует на улице у нас жара и он меня будет спасать все свои вопросы в комментарии с вами был руслан подписывайтесь на канал ставьте вот такие жирные лайки и до новых встреч пока пока